Мне проще общаться через музыку и все то, что вложено, реализовывать через нее. Музыка была его жизнью. Владимир Любимов – певец и композитор. А в Сочи его знают в первую очередь как преподавателя училища искусств. Ему он отдал 25 лет своей жизни. И именно он поднял на новый уровень вокальное эстрадное отделение. В Сочи Любимова по-прежнему помнят. Его ученики, они уже и сами педагоги, сегодня продолжают дело своего учителя. Мы с ним планировали открывать студию. И в память его в 2011 году я открываю свою студию, называю ее своим именем Катрин. И продолжаю методику Владимира Любимова. Работаю именно по его принципу, по его распевкам. Для своих учеников был прежде всего отец, друг, наставник. Таких людей очень мало. И вообще это редкость. И встреча с этим человеком, она дала мне дорогу в жизнь. Своим голосом Эдвард Хачарян на популярном музыкальном шоу развернул все четыре кресла наставников. А его главным наставником на всю жизнь останется именно Любимов. Я хотел бы сказать, что независимо от того, что его уже нет с нами много лет, он все так же близок и дорог нам и нашему сердцу. И всегда будет в нашей памяти. А еще Владимир Любимов – лауреат всероссийских и международных конкурсов, заслуженный деятель искусств России, композитор, автор более 150 песен, обладатель множества наград за вклад в искусство, крестный сын мировой легенды, короля танца Махмуда Эсамбаева. А еще он был просто хорошим человеком и преданным другом. В принципе, друзей мало очень. Есть товарищи, есть собутыльники, есть приятели, есть соседи, есть коллеги. А друзей очень мало. И вот он был другом. Сердце Владимира Любимова остановилось семь лет назад. И когда бы он не ушел, говорят его близкие друзья и ученики, это было бы все равно слишком рано. Так много он еще мог бы сделать для современного искусства. Ольга Десятого, Ирина Трусова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.